Всем привет! Наверное, вы соскучились по обзорам автомобилей. Итак, встречаем Mitsubishi Outlander с приставкой XL. Очень надежный кроссовер. Поехали! Mitsubishi Outlander XL – это второе поколение кроссовера. Он появился в 2006 году и сразу стал бестселлером. За вполне подъемные деньги покупатели получали очень много автомобиля с полным приводом и даже семиместным салоном, но не во всех версиях. Сидения заднего ряда двигаются в продольном направлении. Этот кроссовер вытянулся в длину на 466 сантиметров, имеет багажник объемом более 500 литров в пятиместном варианте. Кстати, любители пикников оценили шашлычный столик, нижняя откидная створка двери багажника очень удобно и практично для сервировки блюд. У Outlander предельно простые и понятные двигатели, проверенные временем. Правда, про трансмиссии такого не скажешь. Самые популярные моторы в двух педальных версиях оснащены вариатором. Впрочем, с ним не все так плохо. Mitsubishi Outlander XL сделан без намека на премиум. У него простенький салон, скудная шумоизоляция, ну и со временем появляется немало скрипов в салоне. Но зато он не ломается, не сыплется, без проблем каких-нибудь глобальных проезжает 400 тысяч километров. Но не стоит злоупотреблять этой надежностью, потому что он вас за это не отблагодарит. В принципе, как и любой другой автомобиль. В этом обзоре мы расскажем все о его эксплуатации, дадим полезные советы. Так что досмотрите этот обзор до конца и не переключайтесь. В отличие от детища VAC тех же лет, краска не отшелушивается в районе дверных ручек. А вообще, бампер провисает легко. При выборе Outlander XL с вариатором надо обязательно провести диагностику. У нас на обзоре рестайлинговый Outlander XL. Такое лицо у него появилось в 2010 году и продолжалось до 2012 года, пока не появилось третье поколение с поначалу очень унылой физиономией. И давайте попробуем догадаться, какой же двигатель под капотом именно вот этого Outlander. Напишите в комментариях. Как и все японское, Outlander XL ржавеет. Проблем с коррозией, наверное, не будет у этого автомобиля, если он эксплуатировался в регионах с несырыми зимами. При покупке этой машины надо обязательно осмотреть ее на предмет коррозии. Обращайте внимание на нижние кромки дверей. Если рыжий налет есть там, то он будет и в колесных арках, и на изнанках крыльев. Еще пару участков, где коррозия не прячется от глаз – это пороги дверных проемов вдоль внешней пластиковой накладки. Наиболее сильный очаг ржавчины может появиться в проемах задних дверей возле стыка задней колесной арки. Владельцам стоит снимать пластиковые накладки порогов, две длинные накладки между колесными арками, снизу сразу под боковыми дверями. Они служат коробами, в которые набивается влага и грязь. В итоге весь металл под ними ржавеет до дыр. Многие владельцы Outlander уже переваривали пороги кузовов на всю их длину. Естественно, сколы краски у этих машин охотно рыжеют, спучивают краску, но в отличие от детища VAC тех же лет краска не отшелушивается в районе дверных ручек, пластиковых накладок и в районе стыка с бамперами. То есть краска по заводу лежит очень хорошо. Рыжая болезнь появляется только там, где краска удалена под внешним воздействием, например, из-за пескоструй. Не стоит недооценивать влияние влаги и реагентов на подрамники. Дело в том, что именно у Outlander XL с 3-литровым двигателем подрамники ржавеют до дыр, а именно в точках крепления рычагов подвески. И поэтому приходится менять подрамники на бушные нержавые, либо даже на новые, потому что варить там уже нечего. Днище тоже охотно ржавеет, особенно поверхности заднего свеса кузова, топливный бак, особенно его верхняя поверхность, его трубы в наше время уже выглядят очень печально. Вот-вот появятся дыры. Передний бампер над рестайлинговым Outlander провисает, и зазор между ним и фарами становится огромным. Но это не наш случай, потому что у нас машина рестайлинговая. В общем, в этом случае надо поменять все крепления на новые. А также умельцы делают стяжку между центральной пластиной, на которой держится бампер и телевизором. То есть добавляют жесткости всей конструкции, которая с трудом держит тяжеленный бампер. А вообще бампер провисает легко при любых контактах с бордюрами и бездорожьем. Ну, а теперь добро пожаловать в салон. Сейчас расскажем пару нюансов. Нередко на рубеже 200 тысяч километров у Outlander погибает вентилятор печки. Либо заскрипит, а потом заклинит вал во втулках, либо весь электромотор перестанет работать из-за износа щеток электромотора. Оригинальный вентилятор салона в сборе с крыльчаткой. Стоит около 160 долларов. Аналогов заменителей очень много, и они раза в три дешевле. Еще есть вариант ремонта заскрипевшего вентилятора. Умельцы убирают втулки и вместо них устанавливают подшипники. Правда, такой восстановленный вентилятор может огорчить через год уже из-за проблем с коллектором электромоторов. Еще печка может подкинуть проблем, вызванных подклиниванием заслонок распределения воздушных потоков. Поэтому, если направление обдув не регулируется или в панели что-то скрипит, то надо лезть туда вглубь, чтобы менять или смазывать сервоприводы заслонок. Ну и еще владельцы Outlander XL в северных регионах замечают плохую работу печки. То есть, она не справляется с сильными морозами. Но в этом случае помогает установка электрической помпы, которая ускоряет поток теплоносителя между двигателем и отопителем салона. Многие Outlander оснащены с завода модулем беспроводной связи на основе Bluetooth. Так вот, этот модуль находится под магнитолой и, скорее всего, эти модули заглушены либо удалены, потому что во время стоянки эти модули были источником утечки тока. И вот этой утечки тока было достаточно для того, чтобы разрядить аккумулятор за ночь. И, естественно, двигатель вы в таком случае не запустите. Так вот, чтобы отключить этот модуль, можно выдернуть предохранитель один в подкапотном пространстве либо предохранитель номер восемь в салоне. И таким образом вы убедитесь, что утечка тока именно из-за этого модуля. И когда убедитесь, то тогда можно этот модуль удалить навсегда. То есть владельцы, многие снимали магнитолу, находили этот блок и прощались с ним. И еще к 200 тысячам километров пробега отказывают кнопки управления магнитолой на руле. Гаснет их подсветка. Вдобавок, еще загорается на приборной панели индикатор подушки безопасности. Так вот, это все указывает на проблеме под рулевом шлейфе. Оригинальный такой шлейф стоит 150 долларов. Заменители в пять раз дешевле. И, кстати, если Mitsubishi Outlander XL не оборудован круиз-контролем, то можно просто доустановить кнопки на руль, и даже ничего прошивать не надо. Будет работать. Outlander XL в основном встречается с бензиновыми двигателями, но в Европе он также продавался и с дизельными моторами. Итак, сейчас мы начнем именно с дизелей. Если вам повстречался Outlander XL с мотором 2.0 Di, то для многих удивительный факт. Этот двигатель закупали у Volkswagen, и это агрегат с насос-форсунками. Так вот, этот 2.0 TDI в принципе неплох, и это вам подтвердит любой фанат Volkswagen, Skoda, Audi и Seat. И, кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя, а маркируется он как V.A.B.S.Y. Еще на европейские модификации устанавливали 2,2-литровые турбодизели. И это у нас французский двигатель под маркировкой 2,2 Di. Устанавливали эти моторы с 2008 по 2012 год. Это французский двигатель, который известен по индексам 4HK и 4HN, а также DW12 по оригинальным каталогам PSA. Это хороший, ресурсный, распространенный двигатель. Изначально он укомплектован системой нейтрализации выхлопных газов с фирменной французской присадкой IOLIS. Но в большинстве случаев эта система в автомобилях удалена. И, кстати, этот двигатель еще устанавливали на Land Rover Freelander. Он хорошо себя там зарекомендовал, но нелепых гарантийных случаев хватало. Нередко у такого двигателя со временем снижается производительность системы вентиляции картера. Из-за этого повышается и давление в картере, и ухудшается сепарация масляных паров. Это происходит в отдельном сепараторе, который нужно менять. Такая необходимость назревает к пробегу в 250 тысяч километров. Сепаратор продается по цене порядка 200 долларов. Закупоренная система вентиляции картера приводит к появлению масла во впуске и повышению давления в картере. Грубо говоря, подтекание масла появляется везде. И по прокладкам двигателя, и по впускным патрубкам. И не забывайте менять огнеупорные шайбы под форсунками хотя бы раз в 150 тысяч километров. Вместе с этим нужно менять уплотнительные колечки на обратках форсунок. Ну, а форсунки у такого двигателя пьезоэлектрические от Bosch. БУ форсунки стоят примерно по 100 долларов, а новые оригинальные, если искать их по номерам Bosch, примерно по 480 долларов. И, кстати, у дизельных аутлендеров есть много поклонников. Форсунки на нормальном топливе ходят 500 тысяч километров, а с чугунными блоками, ну, вообще практически ничего плохого не случается. Также на поздних аутлендер начали устанавливать японские турбодизели обозначение 4N14. Так вот, маркируются они точно так же 2 и 2 DID. Инженеры Mitsubishi заморочились и даже встроили в этот двигатель систему изменения высоты подъема клапанов. Особый вариант системы MIVIC. На впускном распредвале присутствуют дополнительные кулачки, как и у бензиновых моторов. Только тут уменьшенная высота подъема клапанов служит для улучшенного вихреобразования в цилиндрах. Еще и степень сжатия вот такого турбодизеля снижена до 14,9. В целом, этот японский двигатель достаточно надежен. Не будем сейчас поднимать проблему с трахтящими распредвалами, потому что она появилась на Outlander 3. Но надо понимать, что у специалистов по этому двигателю на данный момент мало. У него надежный цепной привод ГРМ, распредвалы соединены косозубыми шестернями, а вот гидрокомпенсаторов инженеры не положили. Тепловые зазоры надо регулировать, ну проверять и регулировать каждые 60 тысяч километров. Регулируются они с помощью отвертки и гаечного ключа. Это древняя надежная японская технология. Ну а сейчас мы переходим к более распространенным бензиновым моторам. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы, добавив своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании, заходите на наш сайт. Атмосферные четверки серии 4B1 объемом 2,0 и 2,4 литра предельно надежные. Привод ГРМ служит примерно 300 тысяч километров. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет и тепловые зазоры надо регулировать очень редко, нет даже какого-то регламента. Но наш совет, при замене клапанных крышек, которые на двигателях 2,0 и 2,4 одинаковые и обычно дают течь масла каждые 100-150 тысяч километров, все-таки проверьте и при надобности отрегулируйте тепловые зазоры. Но эта процедура затратная, потому что требуются тарированные толкатели. И ни в коем случае не экономьте на моторном масле. Вы знаете, почему надежные двигатели 4B1 меняют на контрактные? Именно из-за масложора, который вызван залеганием поршневых колец. То есть, если добавить сюда еще и задиры, то проще купить контрактный двигатель. Контрактный двигатель стоит примерно 1100-1500 долларов. Вы знаете, куда обращаться за любыми запчастями бушными и новыми контрактными двигателями, трансмиссией и так далее. Правильно, в «АвтоСтронг». В целом, если намеков на масложор нету, то эти моторы пробегают 500 тысяч километров без проблем. Но если все-таки небольшой масложор присутствует, то замените массосъемные колпачки. Самые ярые поклонники Mitsubishi Outlander выбирают этот автомобиль с двигателем 3.0 V6. Это алюминиевый двигатель, но с чугунными гильзами. Он тоже считается условно неубиваемым. У него ременной привод ГРМ. Ремень надо менять каждые 90 тысяч километров. А вот зазоры надо регулировать только на впускных клапанах. И, кстати, там они регулируются по уже упомянутой японской схеме с помощью гаечного ключа и отвертки. Еще надо уделять внимание задней клапанной крышке. Она просто лопается и трескается. И это случается с дорогущим оригиналом по 200 долларов за крышку и ее прокладку. И вот это случается каждые 150 тысяч километров. Еще есть интересная особенность у двигателя 3.0 V6. И эта особенность заключается в том, что в поддон этого двигателя заливается 4,3 литра масла. И если вы будете перекатывать масло и закрывать глаза на его течи, то этот мотор обязательно провернет шатунные вкладыши. И вот специалисты по этим двигателям рекомендуют менять шатунные вкладыши каждые 150 тысяч километров. Зачастую, когда снимаете вкладыш, то он уже основательно изношен. И причем, процедура эта довольно простая, потому что снятию поддона ничего не мешает. Еще бывают очень редкие случаи задиров в цилиндрах из-за разрушенного катализатора. Ну и сразу же расскажем вам про трансмиссию, которая установлена именно вот на этот европейский Outlander. В отличие от автомобиля с двухлитровым дизелем от Volkswagen, который доступен с шестиступенчатой механикой, здесь у нас стоит шестиступенчатый преселектив по типу PowerShift для Ford. То есть, это разновидность этой трансмиссии. Так вот, это хорошие новости, потому что надежность в этой трансмиссии присутствует, и о ней знают ремонтники. То есть, ее обслужить и отремонтировать не составит никакого труда. Сюда идет 8 литров специального масла. Диаквин SST F1. Еще раз повторюсь, что надежность в этой трансмиссии присутствует, но перед покупкой автомобиля все-таки лучше продиагностировать эту трансмиссию у профильных специалистов. Они вам о ней все расскажут. А вот в паре с бензиновыми четверками, рядными, трудится вариатор Jatka GF011E. И эта бесступенчатая трансмиссия считается надежной. Она без труда пробегает 200 тысяч километров, но есть много примеров, когда она пробегает 400 тысяч километров и более. Но лучше не злоупотреблять бездорожьем и даже форсированием бордюров. Вот тогда она себя будет чувствовать хорошо. Но бывает, что из чата выходит гидротрансформатор, то есть перестает блокироваться из-за износа, и это приводит к перегреву масла. И, кстати, будет не лишним установить радиатор охлаждения для этого самого масла, потому что инженеры Mitsubishi сэкономили на это. Однако при выборе Outlander XL с вариатором надо обязательно провести диагностику. Специалист проверит рабочее давление в системе. Оно, кстати, может быть не в норме, хотя никаких пинков при работе вариатора не будет, а также не будет слышно и гула при работе вариатора. В общем, надо ехать на диагностику, чтобы убедиться, что вариатор в порядке. И еще, чем быстрее вы отправите вариатор на ремонт, тем дешевле этот самый ремонт вам обойдет. Масло в вариаторе можно и нужно менять, причем речь идет об интервалах в 30 тысяч километров. И для заправки надо две канистры по 4 литра масла DIA Queen, CVT Fluid J1, каждая канистра по 170 долларов, а это очень дорого. Также не забываем про фильтр грубой очистки, фильтр теплообменника, прокладки поддона и прокладки теплообменника. Ну и про уплотнение сливной пробки тоже не забудьте. Ну там расходников, короче, на все это. Ну долларов 500, имейте это в виду. Ну а вот этот автомобиль и многие другие можно приобрести в автохаусе MyCarSelection. MyCarSelection – это все условия для приобретения автомобиля. Комиссия, выкуп автомобиля, кредит, лизинг и многое другое. MyCarSelection. Ссылочки в описании. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Как правило, течь не бывает настолько сильной, чтобы приходилось заливать масло в бачок гидроусилителя. И иногда бывают такие моменты, что вот эта жидкость капает на выхлопную трубу и, естественно, этот запах попадает в салон. Все компоненты полного привода у ATLANDER XL надежные. Так вот, не стоит игнорировать течь масла из муфты подключения задней оси. Масло начинает сочиться из переднего сальника, а также реже по стыку между муфтой и задним дифференциалом. Также муфта еще может загудеть, но это лечится заменой подшипников. Муфта полностью ремонтопригодная. И, кстати, и сальники, и подшипники отдельно детализируются по каталогам. Сама по себе муфта электрическая. Пакет фрикционов блокируется под действием магнита. При этом не забывайте после ремонта сальников заливать муфту масло. Оно смазывает и охлаждает ее. А вот подробностей о том, какое масло и сколько его нужно, нет. Обычно заливают какую-нибудь среднюю АТФ грамм 300. И если у вас есть какая-нибудь информация по этому поводу, обязательно напишите об этом в комментариях. Подвесной подшипник карданного вала отдельно не детализируется. Но есть пару неоригиналов с опорами, которые стоят примерно 40-60 долларов. Ну, плюс еще надо закинуть сюда работы по перепрессовке. Масло в угловом редукторе и дифференциале задней оси можно и нужно менять. Раз в 100 тысяч километров будет достаточно. Масла туда идет GL5, по пол-литра туда и туда. Литровая канистра оригинального масла стоит 26 долларов. Еще раз повторим, что нельзя игнорировать ржавчину по низу кузова, по порогам. Да и ржавый бензобак должен настораживать. Кстати, если предыдущие владельцы не убрали из заднего свеса докатку, то коррозия разъедает и ее опоры, и стальной диск. Причем стальной диск может настолько корродировать, что само колесо начнет пропускать воздух. Вообще такая докатка нередко ляпает и гремит на неровностях. А если Outlander XL был укомплектован запаской на литом диске, то висит она на лебедке. Соответственно, опускается и поднимается ею же. Коррозия может привести к заклиниванию лебедки, особенно если ее пару лет не использовали. И, кстати, часто владельцы этих кроссоверов убирали докатку, особенно полноразмерную, из эстетических соображений. Она явно торчит из-под бампера и видна всем. Выглядит, наверное, так себе. Идем дальше. Не забываем обслуживать тормозные суппорты. Частенько они клинят на своих направляющих. У машин с датчиками положения кузова, а именно у тех, у которых автоматический корректор фар, частенько эти датчики обламываются при внедорожных покатушках. И тогда выручают датчики с авторазборки, естественно, с «АвтоСтронг», потому что оригинальные датчики стоят примерно 200 долларов. Либо же есть неоригинальные датчики от 30 до 70 долларов. Тоже, если надо датчики, звоните в «АвтоСтронг». И если вдруг закисла тяга датчика, то выручает ремонтная неоригинальная тяга. А у нас, кстати, автомобиль без датчиков. Ступичные подшипники выхаживают примерно 120 тысяч километров. Любопытно, что рулевые наконечники не детализируются по оригиналу, а неоригинал стоит примерно 8 долларов. А вот рулевые тяги стоят от 8 долларов до 25 долларов за оригинал. Задний сайлентблок шайба, рычага стойк «Макферсон» стоит 10 долларов, а сам рычаг оригинальный стоит 200 долларов. Неоригинальные рычаги стоят от 80 до 120 долларов. В задней подвеске всегда по четыре рычага, но бывает разное исполнение вот этого подпружиненного рычага. Подраздельную установку пружинный амортизатор и подсоосную, когда пружинный амортизатор представляет единую стойку. В задней части кузова при больших пробегах внимание требует не только сайлентблоки рычагов, но и имеющиеся свойства проседать и ржаветь пружины. Также сайлентблоки заднего редуктора и подрамника на откровенно замученных Outlander после 250 тысяч нуждаются в замене. Но ничего тут дорогого нет. Здоровенные сайлентблоки продольных рычагов стоят от 20 до 60 долларов. Сайлентблоки подпружиненного рычага по 10 долларов. Верхние тяги в сборе – 35-80 долларов за переднюю и заднюю по оригиналу. Оригинальные пружины задней оси жутко дорогие, практически как одна оригинальная форсунка. На аналогов очень много, а добротные задние амортизаторы около 75 долларов. Оригинал дороже сотки. Ну что, резюмируем. Вот такой вот получился японский автомобиль. То есть по-японски надежный, по-японски недорогой в обслуживании и по-японски, который любит ржаветь. В общем, антикорьте, берегите кузов и катайтесь в удовольствие. А с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».